начинаем главу к дашим и говорил бог обращаясь к маша так говори со всем обществом санов израиля и скажи им святы будьте ибо свят я боксе сильный ваш дашим вот это имеется ввиду святость бойтесь каждой матери своей и отца своего и суббота мои соблюдайте запад боятся родителей рядом стоит заповедью суббота значит показывает насколько важно это заповедь если мы читаем что чтится свою мать свою на вы продлили зитвое на земле который боксе ильтвое дебе в 10 заповедях важнейшая забыть то боятся на первом месте и мать потому что обычно почитают больше мать поэтому то растает впереди что почитается а вот боятся больше отца чем мать и поэтому здесь стоит наоборот мать стоит касается боязни на первом месте и не обманывай и не обращайтесь к идолам и бахов богов литых и делайте себе я бог сильного что есть эти заповеди все идут рядом то есть почитание родителей боя из родителей суббота и обращение к идолам настолько это серьезные заповеди что тора их стоит рядом и когда зарежете мирную жертву богу делаете это по желанию своему день жертвоприношения вашего и на следующий день должна она быть съедена оставшиеся третий день должно быть сожжено на огне то есть некоторые из видов мирных жертв разрешено есть два дня и ночь между ними некоторые ибо без жертвы по обету там надо съесть за день и и ночь чем это связано трудно сказать это тора пишет и мы поэтому должны выполнять и все не все нам легко доступно хотя это это является казалось бы мирной жертвой съедена то мерзость это не удостоится благоволения этот поезд и и на третий день понесет вину свою ибо святыню бога сквернил он и оторнута будет душа его от народа ее а когда будете жать жатву в стране вашей не дожинай до конца края поля твоего и опавшего при жатве твоей не подбирай то есть оставшиеся после жатвы что-то упало остается бедному пришельцу так это работает и край поля мы не можем собирать урожай это остается бедного пришельца называется пиа сколько это пиа мудрецы не уточняют но давлять по моему процента поле остается вот такой виноградник от его не обирает отчество и оставшихся отдельных я готовыми наградники не подбирай бедному пришельцу оставь их я боксе сильный ваш если виноград собираем есть у нас гроздь которая некрасивая света некондиционной там есть стебель и на нем несколько ягод такие грозы мы не подбираем для бедного и пришельца не крадите не отрицайте истину не обманывайте друг друга то есть запад не укради то что мы читаем 10 заповедях смертельная запад потому что там с виду не крадить человека написано в той что кто украл человека удерживал у себя тот будет передан смерти так а здесь именно имущественное отношение если что-то украл то если сам вернул все еще пятую часть прибавишь а если тебя поймать 2 две нормы принесешь то есть ли украл килограмм винограда вернешь 2 не клянитесь сложно именем имени святого твоего я бог не убирая ближе твоего неград не задерживай у себя на ночь заработка наемника твоего до утра не за слов глухого и переслепым не клади препятствия и путь кто у нас микрофончик не может выключить так и за слов глухого и переслепым не клади препятствий или наш знаменитый царик говорит что переслепым не клади препятствия имеется отношение мужчины и женщины того известно переспи на тебе женюсь и вы подобные вещи так обманывают чем вот это имеется ввиду к этому уже кто это будет переслепым препятствия класят осадистом на кем-то быть вот так вот здесь имеется ввиду вот именно это не совершайте несправедливости на суде не будь исходительной пищевую и угождай знатному по правде судьи ближнего твоего твоего не ходи сплетником в народе своем и не оставайся равнодушным крови ближе твоего я бог то человек который распускает сплетник что-то говорит даже если это и правда он об этом говорит то все равно что кровь проливает настолько это серьезное нарушение закона о ком-то что-то говорить ты можешь говорить с утра до ночи ну ты рассказывай туру говорит то что кошерно а лишь бы что говорить ни в коем случае нельзя не питай в сердце твоем ненависти к брату твоему увещевая ближнего своего и не понесешь за него греха из-за ненависти можно понести на себя грех не мсти и не храни злобы на садов народа твоего и люби ближе своего как самого себя я бог то есть рабе акива считает что это основное правило торы люби ближе своего себя я бог пишется как будто это центр торы вот так только важная заповедь это очень тяжело выполнить любить ближнего к собой себя установление мои соблюдайте скота твоего не своди с другой породой поля твоего не засевай зерном разороны и одежда и смешанные ткани шерстяной льняной да не покрывая тебя что касается конечно сяной льняной это выше нашего понимания каким как называемые западе написал сегодня выполняем только потому что написал без комментариев может что-то догадываться конечно можем все подумать что раз храме такая смесь предписано смешать шерсти ли он когда мы готовим ткань то вот у это делать нельзя можно так но тора это не объясняет просто узнает то шерсти ли он мы не можем носить ткани с такой смеси но если допустим чека шерстяной цицит то не найдите на него можно привязать или наоборот льняной цицит и шерстяные нити можно привязать это удивительно но это все разрешено главное чтобы не выткать ткань и смеси такой есть люди которые занимаются специально проверять микроскопом если в ткани шерстяной нить или налить шерсти и и удалять эту нить или такую одежду мы не можем вообще носить если человек ляжет с излиянием семени женщиной она раба обрученная мужу но еще не выкупленная или свобода не дана ей того должны быть наказаны но смерти они должны быть преданы ибо она не была освобождена и пусть принесет он повинную жертву своего ухода что откровение барана пусть принесет жертву повинную и скупит коин его грех который он совершил принеся барана повинную жертву пред богом и прощен будет ему грех его который он совершил то есть пока женщина еще не свободно и будет смертного греха на хозяин если с ней переспит вот так вот то есть это будет грех но не смертный то есть он уже освободила это обрученная женщина то естественно его можно за это умертвить суд может приговорить и когда придете в страну и посадить кое-либо дерево плодоносное то считайте плоды его не обрезанными три года до будут они для вас не обрезанными нельзя есть их а в четвертый год все плоды его посвящены восхвалению бога пятый же год вы можете есть плоды его и умножиться для вас плоды его то есть дерево посадили третий год пошел на нивески это плоды они полностью кошерные нет никаких проблем но есть и нельзя они остаются на дереве и все а четвертого года плоды отдаются храм плоды пятого года уже наш паш не ешьте с кровью не гадайте и не ворожите не стригите краев волос вокруг головы вашей и не порти края бороды твоей порти края бороды твоей и царапин по умершим не делайте на теле вашим и на колотой надписи не делайте на себе я бог не скверняй дочери твоей передавая разврата чтобы страна не извратилась и не на полная страна развратом субботы мы соблюдайте и святилищем и чтите я бог для того что мы не соблюдали как следует субботы то 70 лет мы за это жили в вавилоне на 70 лет субботник которые мы не соблюдать и обращать не обращайтесь к вызывающим мертвых и к знахарям и не ищите оскверниться имя я бог всесильный ваш перед сединой вставай и уважай старца и бойся сильно твоего я бог перед сединой вставай уважая старца чека 70 если вспомнить 70 лет надо уже вставать перед ним даже сегодня еврей то же самое и когда будет жить у тебя пришелец стране вашей не притесняй его как житель страны среди вас пусть будет у вас пришелец проживающий среди вас любви его как самого себя ибо пришельцами были бы и в стране египетской я бог всесильный ваш не совершать несправедливости на суде в измерении весе и в мире весы верные гири верные эйфа верные и гин верные пусть будут у вас я бог всесильный ваш который вывел от страны египетской соблюдайте же все установления мои и все что-то спросить или рассказать пожалуйста и говорил бог обращаясь машеток скажи садам израиля всякий снова израиля и из пришельцев проживающих среди сынов израиля кто отдаст кого-либо из детей своих молеку смерти да будет предан народ земли да забросает его камнями о них это идол и до служения отдаст ребенок и обращу лицо мое на человека того и оторну его из среды народа его то что отдал он из детей своих молеку чтобы сквернить светильщик и и обесчестить имя моё народ земли отвратит глаза своя человека отдавшего кого-либо из детей своих молеку дабы не умерщвлять его то обращу лицо мое на человека того и на семью его и оторну его из тех совращенных им на блудное хождение за молеком и среды народа и и для того кто обратиться к вызывающим мертвых и к знахарям совращаясь ими обращу лицо мое и от ура душу его из среды народа его освещайте же себя и будьте святы ибо я бог всесильный ваш и соблюдайте оставлениями и исполняйте их ибо я бог освещающий вас так всякий кто будет засловить отца своего или мать свою смерти должен быть предан отца свою мать свою он засловит кровь его на нем эти отношения к родителям что-то не так и это очень серьезно наказывается кром проливает засловит отца или мать и ударит не дай бог очень опасная заповедь да и почитать и бояться чем очень серьезно забыть по отношению к родителям тот кто прелюбодействует замужней женщины то-то приodarике женой ближе своего смерти будет путь преданный при его действующий и при его действующие чем который ляжет женой отца своего на готовился свое открыл он смерти должны быть преданы оба кр horas на нет этот этот летерь снях ой своей смерте смерть для живы преданными раздел они до гробных на них есть cat ряда с мужчиной как лажаться женщиной мерз Bogле они оба смерть пусть смерти пусть будут преданных кровь на них есть щек возьмет себе жену и мать ее это разврат на огне пусть сожгут его и их дабы не было разврата среди вас и человек который произведет изление семени со своей со скотиной смерти пусть будут будет нам предан а скотину убейте женщина если станет перекуривать скотина для совокупления с ней это убей женщину и скотину смерти пусть будут они предны кровь на них и чек возьмет сестру свою дочь отца своего или дочь матери своей и увидит наготу ее и она увидит наготу его то это позор да будто не оторвут и на глазах у народа основного народа их наготу сестры своей он открыл грех свой понесет он ездить человек реально с женщиной необычной болезни и и откроет наготу ее за то что обнажил он исток и и она открылась течение крови своих дамут они оторвут и оба они из среды народа своего на год и сестры матери твоей и сестра и отца твоего не открывай ибо тот кто делает это обнажает их ровную свою грех свой понесут они че которые ляжут сетей своей наготу дяди своего накрыл грех свой понесут они бездетными врут они если человек возьмет жену брата своего время отстранения и это сквернение наготу брата своего он открыл бездетные вот они соблюдайте же все установления мои и все законы мы исполняете их дабы не сторла вас страна в которой я веду вас чтобы жить во дней и не ходите по обычаям народа который изгоняет вас они все это делали и вознушался ими и сказал я вам вы завладеете землей их я дам ее вам наследие страну текущую молоком и медом я бог всесильный ваш который вылаз со страны египет из который вы выделил вас из всех народов отличайте же и вы скот чистый чистого и птицу числе чистой и не оскверняйте душ вашим скотом и птицей и всем что ползает по земле которых выделил вам как нечистая будьте же мне свят ибо свят я бог и я выделил вас из народов чтобы быть вам моими и мужчина или женщина если окажется среди них вызывающий мертвых или знахарь смерти да будут они преданны камнями пусть забросает их кровь их на них так мертвых вызывать нельзя то что мы видим что в отчаянии царь шауль взывал к мертвому или рока шмеля и ему это удалось и шмель ему ответил всевышний забирает у тебя царство все равно то что неправильно поступил зал он тогда имущество которое сказал всевышний уничтожить так то хочет что-то рассказать спросить пожалуйста вала дошли на этом заканчивается читаем хафиц хаем любите делать добро ежедневные уроки умение давать уроки рава фишеля шехтера по книге хафиц хаем агават хэзер перевел на русский язык и далее спина дали день пятнадцать пятнадцатая тиши и пятнадцатая не сана агават хэзер развел два глава 5 лишние километры как у всех людей мне в чем-то надо увеличить самоконтроль сегодня посвящу мое доброе дело тому чтобы получить в этом помощь бога чек может далеко продвинуться по духовному пути но нередко это не происходит топлива которое дает человеку возможность подняться и выйти за пределы его ограничений в сферу величия хэзер хаффиц хаем приводит слова раби зейра бедра шрут который говорит что могила труд написано чтобы научить нас ценности хэзер а из нее не следует практических приложений это просто рассказ о человеческой доброте и о величии награды за него могила описывает как бы аз увидел молодую женщину которая искала на поле упавшие колоски чтобы собрать зерна она была бедная из чужой страны а он богатый и уважаемый лидер общины он пожалел ее и женился на ней избавил бедности изоляции так из важного человека своего времени он стал великим на все времена родначальником царя давида и династии из которой в итоге произойдет маше хаффиц хаем добавляет что хэзер приносит благословение в жизнь сразу в трех сферах первое благословение должен дождя который спускается мир благодаря хэзер иерусалимский талмуд танец 14b 3 3 говорит что речь идет не просто о воде падающей с неба но вообще о пропитании пища на столе человека прямое следствие его хэзера второе благословение избавление от смерти танхума к дашим межпатим 15 чек которому не дали бог был вынесен на небе смертный приговор может иногда отменить его благодаря добрым делам третье благословение защита от злого побуждения а вода зара 5b талмуд учит счастлив народ израиля ибо они учат тору и делают добро благодаря этому они контролируют злое побуждение они наоборот хаффинс хаим объясняет этот процесс как только злое побуждение пробивается в сознание чека она уже не хочет оттуда уходить внедряет свои мысли вызывает цинизм и сомнения пробуждает неправильные идеи и искушения те становятся навязчивыми и делают человека зависимыми от них оккупирует тело и вынуждает подчиняться а когда человек учит тору его ум заполняют чистота и святость они тоже создают внутреннюю привязанность которая входит в тело и эту потребность необходимо удовлетворить что и делаю добрые дела кто проникается торой делает хэссет так это работает на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем брахам парнасакова намазал то что мы до час не грешили изучали тору всем все самое наилучшего до встречи четверг блин это в час дня спасибо